Воспою возлюбленному моему песнь Воспою возлюбленному моему О винограднике его У возлюбленного моего был виноградник На вершине уточненной горы И он обнес его оградою И очистил его от камней И насадил в нем отборные виноградные лозы И построил башню посреди его И выкопал в нем точило И ожидал, что он принесет добрые грозды А он принес дикие ягоды И ныне жители Иерусалима и мужи Иуды Рассудите меня с виноградником моим Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего Чего я не сделал ему Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды Он принес дикие ягоды Итак, я расскажу вам, что сделаю с виноградником моим Отниму у него ограду И будет он опустошаем Разрушу стены его И будет попираем И оставлю его в запустении Не будут ни обрезывать Не вскапывать его И зарастет он тернами и волчицами И повелю облакам не проливать на него дождя Аминь Исайя – это пророк Но здесь он поет песню лирическую Но песня-то на самом деле очень трагическая Исайя рассказывает здесь о Господе Который насадил виноградник Сделал для него все необходимое И ожидал, что он принесет ему прекрасный виноград Но этот виноградник Принес дикие ягоды Давайте же посмотрим Что же сделал Господь для этого виноградника И переложим на свою жизнь Что для нас Бог сделал Первое, что мы тут видим Виноградник был разведен на вершине уточненной горы На вершине горы Место прекрасной земли И место, где легко попадают солнечные лучи Это Божья любовь к нам, сестры Бог так сильно любит нас Так сильно милует нас В нашу жизнь Дальше что мы видим? Он обнес его оградою Защитил его Защитил ограда Разве мы в своей жизни не переживаем защиту Бога? Все тогда ежедневно Если мы понаблюдаем Как Бог хранит и защищает нас Когда мы молимся о своих детях О своих мужьях Отправляя их в школу На занятия или работу Благословляем их Правильно делаем И Бог хранит их Защищает их Оберегает их Сколько таких свидетельств Вы наверняка тоже слышали Когда Предвещалась какая-то беда Но Бог сохранил Оберег Бог обнес нашу жизнь Оградой Дальше Очистил от камней Какие мы были До того Как пришли к Богу Просто мешок с камнями Сколько камнями Мы других били Сколько в наш огород Прилетело камней Но от всех очистил Нас Господь Очистил От камней Дальше Насадил Отборные Виноградные лозы При покаянии Бог сердце наше Каменное Превратил В плотяное Я иногда смотрю Вот На членов нашей церкви Я не верю Их рассказам О былой жизни Такое чувство Как будто сказку Рассказывают Неправда Настолько Бог Преобразил Так прекрасно Сотворил Переделал Просто Лучшим Виноградной лозой Сделал Да что тут Говорит Сестры Все что мы имеем Сейчас в нашей жизни Самое лучшее Прекрасное Замечательно Это же от Бога Это же Он Отдал Он кропотливо Тщательно Заботливо Выбирает Эти виноградные лозы Лучшее нам дает А дальше Построил Башню Посреди него Посреди виноградника Построил башню Зачем? Чтобы можно было С высоты Наблюдать И защищать В случае Нападения Врага Да Отслеживать Врага И нам Дал У нас Церковь Есть Братья Сестры Мы Друг у Друга Есть Бог Поставил Нам Старших Братьев Пасторов Деканов Которые День и ночь Ночь Пекутся О нас Заботятся Отслеживают Врагов Отслеживают Чтобы кто Не совратился Наставляют Увещевают Защищают От врага Нашего Дьявола И дел его Слава Господу Выкопал Тачила Тачила Это Такой резервуар В который Собирался Виноградный сок Так вот Все вот это Сделал Бог Для нас И построил Тачила В ожидании Что мы Принесем Прекрасные Виноградные Лозы Из которых Он соберет Сок Но какое Разочарование Постигло Вместо Добрых Грозд Дикие Ягоды Просто Разочарование Спасибо И у Господа Резонный вопрос Четвертый Стих Вот он Он ко мне И кричал Что еще Надлежало Бы сделать Для виноградника Моего Чего я не Сделал Ему Почему Когда я Ожидал Что он Принесет Добрые Ягоды Грозды Он принес Дикие Ягоды Я Я села Я спрашиваю Что тебе Еще Ира Надо Чего Еще Тебе Бог Не дал Что Ты еще Хочешь Почему Бог сделал Все Для тебя Ожидает Ожидает Ко мне 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 Заработок Чуть Чуть Увеличить Мы Можем Начать Перечислять Чем Больше Есть Тем Больше Хочется Знаете Такое Выражение Как Это Старуха В сказке Помните Про Золотую Рыбку Вот Это Мне Еще Вот Это Бы Мне Еще Вот Это Бы Мне Еще Не Остаться У Разбитого Корыта А Можно Встать Посмотреть На Все Что У Меня Есть Оценить Вообще Ситуацию Откуда Бог Взял И Где Я Сейчас Нахожусь И Просто Пустить Глаза Свои Попросить У Бога Прощения И Возблагодарить За то Что Я И И И Разве Бог Ошибся Создавая Вот Прекрасный Виноградник Разве Он Ошибся Что Он Ожидал Прекрасные Плоды Нет Конечно Но Мы Порой Превращаемся Вот В сад Который Наоборот Заброшенный Невозделанный Порой Как Неверующие Приносим Богу Какие Плоды Ссоры Зависть Обиду Негодование Недовольство Непокорность Раздражение Гнев Ухо Плоды Разве Этого Он Ждет От нас Разве Этого Он Заслуживает Таких Плодов Бог Все Сделал Для нас Сына Своего Единственного Отдал За нас И Ждет От нас Ответной Реакции Бог Ждет Нас В прекрасном Прекрасной Обители На небе Она Ждет Нас Чистыми Чистыми Святыми И выбор Тут уже За нами Сестры Это мой Выбор Какие Я ягоды Принесу Прекрасные Плоды Или Дикие Давайте Посмотрим Какие Плоды Мы Можем Принести Давайте Откроем Галатам Пятую Главу Пожалуйста Галатам Пятая Глава Мы Ее Конечно Же Знаем Но Еще раз Напоминание Пятая Глава Девятнадцатый Стих Дела О плоти Известны Они Суть Прелюбодеяния Блуд Нечистота Непотребство Идолослужение Волшебство Вражда Ссоры Зависть Гнев Распри Разногласия Соблазны Ереси Ненависть Убийство Пьянство Бесчинство И тому подобное Предваряю вас Как и прежде Предварял Что поступающий Так Царствие Божие Не наследует Плод же Духа Любовь Радость Мир Долготерпение Благость Милосердие Вера Кротость Воздержание На таковых Нет закона Удивительно Что это место Написано Не для неверующих А для нас Для христиан Это мы можем Принести Либо Дела плоти Либо плот Духа Плот Конечно же Вы понимаете Что его нужно Взращивать Конечно же На него Нужны силы Усердие Труд Ежедневный Ежедневный Труд Но он Оправдан Я принесу Богу То Чего он Заслуживает И Это абсолютно Мой выбор Конечно Можно сказать Ой Она Вообще Я из-за нее Мир в сердце Потеряла Там Или из-за него Все Нет у меня Мира Вину на других Сложить Но это же Неправда Да я не Сохранила Мир в сердце Да я Позволила Чтобы этот Мир и Покой ушел Или там Ой Вырвалось Ой Слово Вырвалось Да не обманывайтесь Оно просто Там было Поэтому Оно и Вырвалось Там Раздражали Меня Дети Там Или супруг Что-то не то Сделал Они Как они Прямо Продолжение Они Меня Раздражают И мне Приходится Говорить По 15 раз Да нет Это мой Выбор Позволяю Я Раздражению Войти К себе Или я Торможу Себя Тружусь Чтобы принести Богу Плод Который Он Достой Хотела Немножечко Еще Поподробнее Поговорить О таком Деле Плоти Который Тут не Перечислен Но он Очень так Близок Нам Он Ко всем К нам Подходит Недовольство Ропот Мы Можем Быть Недовольны Всем Нам Только Дай И цены Пошли Вверх Как Дальше Жить Супругом И руководством Экономикой Нам Только Дай Если Мы Не в том Настроении Если Мы Недовольны То Держитесь Дома Все Но мне Так Нравится Это Выражение Что Настроение Оно От слова Настрой Настрой Получается Я могу Сама Своё Настроение Настроить У нас Наверное Лет 10 Назад Уже Была Дача За городом 30-40 Километров От города И у нас Там Был Небольшой Домик И был Радиоприемник Но поскольку Антенны Как таковой Не было Там была Такая проволока Папа придумал Плюс Расстояние От города Радио Это очень плохо Ловило И мы Рады бы Включить Там песни Чтобы работать Было веселее А оно Шипит Ш Песня Ш Песня И Вроде бы Мы хотели Получить удовольствие Чтобы песню Послушать Но шипение Раздражало Вот мы Как это радио Не настроимся Шипим Да Мы можем В промежутках От шипения И правду Говорить Истину Детям Что-то Поучительное Да Но сквозь Шипение Только раздражение Вызываем У родных Они не слышат Нас Хочется Выключить Это радио А не слушать Но какой выход Не хочу Конечно Бог Он прекрасен Это дьявол Нас забивает В тупик Знаете Что мы Никченые В угол Нас забить Нет Бог всегда Дает выход Всегда выход Два прекраснейших Места Оставил нам Апостол Павел В двух посланиях Давайте откроем Филиппийцам Четвертую главу Десятый стих Филиппийцам 4.10 Филиппийцам 4.10 Я весьма Возрадовался В Господе Что вы уже Вновь Начали заботиться О мне Вы и прежде Заботились Но вам Неблагоприятство Неблагоприятствовали Обстоятельства Говорю Это не потому Что нуждаюсь Ибо я Научился жить Быть довольным Тем Что у меня есть Умею жить И в скудости Умею жить И в изобилии Научился Всему и во всем Насыщаться Терпеть голод Быть и в обилии И в недостатке Все могу В укрепляющей меня Иисусе Христе Сама Не могу От меня Требуется Только решение От меня Решение Боже Я отказываюсь Я не хочу Вот эти дикие ягоды Все Больше не буду Не хочу Не мое Не для этого Ты меня избрал Хочу приносить Добрые плоды Буду очень стараться Буду прилагать Ежедневные усилия Закрывать динодород Сердце свое Настраивать Приемник этот Шипящий Выключать Буду все Стараться А ты мне Пожалуйста Помоги Помоги мне Потому что Все могу В укрепляющей Меня Иисусе Христе Взывать Богу Ежедневно Просить О Его Помощи Ну неужели Она не даст Милости Своей Ну неужели Она даст Сил нам Где-то И замолчать А где-то Наоборот Добрым Словом Сказать Неужели Не даст Нам Мудрости Не хватает Мудрости Проси у Бога Бог сам Нас призывает К этому Чтоб мы Просили Его Еще одно Место 1 Тимофея 6.6 1 Тимофея 6.6 Великое Приобретение Быть благочестивым И довольным Ибо мы Ничего Не принесли В мир Явно Что Ничего Не можем И вынести Из него Имея Пропитание И одежду Будем Довольны Тем Великое Приобретение Быть Благочестивым Что значит Благочестивым Благочестие Это Осознание Божьих Истин И принятие Их Хранение Своего Сердца Хранение Святости Исполнение Его Заповедей Ну Довольство Я думаю Вы понимаете Когда мы Довольны Так вот Эти вот Две Составляющие Благочестие И довольство Это Духовное Богатство И оно Не дается Христианину Вот С моментом Покаяния Вот Покаялся Обрел Господа И все И ты такой Благочестивый И довольный Нет Это Это Труд Мой Это Мое Решение Это Мое Это Мой Выбор Великое Приобретение То есть Я это Приобретаю Я это Завоевываю Я стараюсь В этом Направлении Быть Благочестивой И довольной Слышали Сестры Такое Понятие Зыбучие Пески Слышали Знаете Что такое Ну Кто Не знает Расскажу Зыбучие Пески Это Зловещее Явление Вроде бы Ровная Поверхность Песка Кажется Ровная Но Ты Если На нее Наступаешь Тебя Начинает Засасывать Как болото Только В песках Такое же И больше И глубже Пока Не задушит Человека Не захлебнется Пока Так вот В духовном Плане Ропот Очень схож С этими Зыбучими Песками Он все Больше И больше И больше Постигает Человека Пока Не задушит Ропот Это Ожесточение Сердца Ожесточение Сердца Кто С ропотом Вот Да вы Поймете Меня Я думаю Ко всем Подходило Когда С ропотом Живешь Такое Недоверие Такое Негодование На все Ждешь Постоянно Какого-то Подвоха Что-то Плохое Постоянно Ждешь Все Нам нужно Выбираться Из этих Зыбучих Песков Нужно Просто Взять И остановиться Нужно Просто Взять Покаяться Остановиться Я этого делать Больше не буду Прости меня Бог Я больше Этого делать Не буду Я буду Приобретать Довольство Я буду Смотреть И вспоминать Откуда Ты меня Вытащил Какую Ты ограду Мне дал Самое Лучшее Я буду Приобретать Довольство Нам Нужно Сердце Своему Ленчика Подремонтировать Многие Из вас знают У меня Супруг По неосторожности Залез В двигатель Сломал себе Палец У него Засосало В двигатель И сломал Палец И порвал Мягкие Ткани Его положили В больницу Сначала Зашили Мягкие Ткани Не разобравшись Что-то Внутри Зашили Потом Когда зажили Мягкие Ткани Мы вставили Спицы В палец Чтобы кость Рослась Отходил Он с гипсом Раз С повязками Два Все вроде Бы зажило Сняли Все повязки А палец Не шевелится И вот Он ходит С ним С торчащим Пальцем А еще Правая рука Указатель И палец Самое Как бы Нужное Самое Ходовое В жизни Он его И разминал И тренировал И массажи Делал Не работает Несколько Месяцев Пошел К другому Доктору Он говорит Наверное У тебя там Сухожилие Все-таки Порвано Вскрытие Покажет Положили Снова В больницу Снова Разрезали Оказывается Сухожилие Порвано Более того Оно Сместилось На 3-4 Сантиметра Стянули Зашили И Ваня Супруг Мой говорит На второй день Я уже чувствую Им нельзя Ему снова Заложили Гипс Нельзя шевелить Снова 21 день В гипсе Вторая серия Балета Но я чувствую Что палец Мой ожил Я чувствую Что он будет Шевелиться То есть Те Моменты Что он не мог Делать до операции Сразу же Еще даже Не зажило До конца Но палец Ожил Он говорит Я чувствую его Вот такую Подобную операцию Нужно С сердцем Своим сделать Разрезать Стянуть Там все И зашить Мы почувствуем Мы почувствуем Жизнь Если мы будем Приносить Добрые Плоды Приятные Ягоды Замечательный Виноград Сестры Мы сами Будем счастливы Мы сами Будем счастливы Семья Наша Будет Счастлива Потому что Нам мама Приносит Доброе Жена Приносит Доброе В церкви Братья и сестры Будут счастливы От общения С вами Будут Благодарить Бога За такую Сестру Сам Господь Будет Мной Доволен А он Этого Заслуживает Чтоб я Принесла ему Добрые Плоды Ведь он Сделал Все Для меня Сестры Так Принесем Жи Господу Вот Как Галатам Написано Плод Духа Радость Мир Долготерпение Милосердие Веру Кротость Воздержание Пусть Бог Вас Благословит Сестры Милосердие Милосердие